За 10 ближайших лет в России должны построить 30 университетских кампусов мирового уровня. В современном понимании кампус это не сеть комфортных общежитий, это такой системный интегратор, который объединяет образование, науку, инновации и бизнес. И один из 30 таких системных интеграторов должен появиться в Тюмени. Это проект масштабный, амбициозный, дорогой и широко обсуждаемый. Обсудим его сегодня и мы, но не с точки зрения комфорта, а с точки зрения науки. С нами на связи доктор биологических наук, академик Российской академии наук, лауреат государственной премии в области науки и технологии, ведущий научный сотрудник Тюменского государственного университета Андрей Лисица. Андрей Валерьевич, мы приветствуем вас. Ну вот, Тюменский кампус, его широко обсуждают, разные мнения звучат. Хочется узнать ваше независимое мнение как ученого. Нужен он нам, не нужен? А если нужен, то ответом на какие вызовы он может стать? Вы знаете, я считаю, что вообще это для Тюмени должно быть приоритетной задачей. И еще раз повторю то, что постоянно подчеркиваю, что здесь очень важно осуществить инвестицию в ваших, я не хочу говорить, я сам в Тюмени уже живу по полгода минимуму и, наверное, буду жить и дальше, в наших талантливых детей, сегодняшних школьников и студентов. Мы делаем это для них. Мы не знаем, на какие вызовы эти люди смогут ответить, но эти вызовы точно появятся. Кампус в перспективе рассматривается еще и как некая такая кузница элитных, элитарных научных кадров. Но ведь регионы всегда были, наверное, не кузницей, а скорее поставщиком лучших кадров для Москвы, для Питера. Вот что вы об этом думаете? Ну, прежде всего, давайте с кадровым потенциалом. Что здесь принципиально? Ну, во-первых, это вот теория двух прыжков. Мы что делали? Мы сначала в Москву высасывали талантливые кадры, да, они приезжали там работать. Следующий их шаг был, они уезжали за рубеж. И, по сути дела, достаточно крупные инвестиции государства, связанные с развитием кадрового потенциала науки, ну, в общем-то, в определенной степени подкармливали интеллектуальное становление зарубежных, скажем так, университетов, где, конечно, наших людей всегда принимали. Ну, это сейчас, а как кампус там в ближайшей перспективе поможет решить вот эту проблему, которую вы озвучили? Сейчас мы должны поменять эту ситуацию и кардинальным образом переломить. И именно в этом роль этих кампусов. То есть те люди, которые не умещаются, а они большое количество в Москве, у них нет своих лабораторий, у них нет места, где работать, да, потому что все-таки, ну, так сказать, все это, условно говоря, в моей науке, это все погружено в исторические здания, которые, вообще говоря, никогда не были приспособлены. Это все еще пришло с 50-х годов, а то и с начала прошлого века. И вот кампус, именно как инфраструктурный элемент, правильно выстроенный, современный, это будет главная втягивающая сила. Втягивающая сила, которая и закрепит людей, которые работают в Тюмени, и одновременно создаст поток обратный. Вы сказали про обратный поток, а можно вот тут чуть подробнее, что вы имеете в виду, и, может быть, есть уже какие-то примеры, если есть, конечно. Это самое главное, над чем я работаю, я сам, собственно, являюсь этим примером, когда я из Москвы переехал работать в Тюмени. Не потому что я там что-то был, я и директором был, и все. Потому что здесь определенная ментальность, помните, в Моносове, там, в Сибири будем прирастать, определенная ментальность позволяет более качественно достичь решения задач, и снимается напряжение, связанное с тем, что, конечно, Москва, Питер, они задают определенный ритм, не подходящий для науки. Вы понимаете, да, то есть это становится больше, я называю, это такая social science, то есть ты становишься уже не ученым, а ты просто ездишь по каким-то встречам, не наукой занимаешься. Андрей Валерьевич, на секундочку буквально прервемся, раз вы уже о такой располагающей научной атмосфере заговорили, несколько фактов позвольте озвучить. Ну, во-первых, Тюменская область занимает 13-е место в рейтинге научно-технологического развития российских регионов. Этот рейтинг – своеобразный объективный индикатор научной зрелости. Он рассчитывался по данным Росстата, Роспатента, Минпромторга, отчетов федерального казначейства, а также институтов развития. Оценивались работа органов власти, среда для ведения наукоемкого бизнеса и среда для работы исследователей. В Тюменской области действует специальная программа научно-технологического развития региона, рассчитанная на 7 лет. За это время планируется воплотить в жизнь 36 научно-технологических проектов в различных сферах, создать 12 новых лабораторий, не менее трех научно-технологических испытательных полигонов и не менее шести технологических центров. В Тюменской области научными исследованиями занимается более 4 тысяч человек. Подавляющее большинство, более трех тысяч, посвятили себя техническим направлениям. Научное богатство региона сегодня составляет 91 доктор и 410 кандидатов наук, и 710 аспирантов. Тюменская область – один из первых регионов в стране, где стали использовать, помимо прочего, такую практику финансирования научных проектов, как мегагранты. Это было еще в 2020-м. Пять научных проектов получили по 150 миллионов рублей на срок 5 лет, который стекает в 2024 году. За это время и на эти деньги были созданы научно-исследовательские лаборатории под руководством ведущих ученых России, а в некоторых случаях и мира, с численностью команды не менее 15 человек. Все направления увязаны с работой западно-сибирского НОЦ. Это Арктика, ресурсы холодного мира, биологическая безопасность человека, животных, растений и цифровая трансформация нефтегазовой индустрии. Вот такими крупными мазками мы обрисовали научную картину в регионе. Андрей Валерьевич, а вы в Тюмени чем конкретно занимаетесь? В Тюмени я очень активно работаю с новым поколением. Это у меня школьники и студенты. И то, что я получаю, и то, где они публикуются, это уже отличный результат. Сфера научного интереса вас, ваших студентов, чему вы их учите? Прежде всего, я преподаю генетические технологии, учу, как анализировать генетические данные, искать нефмутации, связанные с теми или иными особенностями, хоть гелотных, хоть людей. Одно и то же. Связано это, прежде всего, с биобезопасностью. А второе, я учу, это называется, менеджменту. То есть, прежде чем приехать в Тюмень, я создал группу из молодых студентов Тюменского госуниверситета, которая называлась менеджмент в исследовании и разработке. То есть, во-первых, они, прежде всего, профессионалы в своей области. Я слежу за этим. Да, я не верю, что может быть менеджер, просто менеджер, который не знает саму предмет. А во-вторых, я их обучаю, каким образом осуществлять правильное управление исследованием. Начиная от того, как работать с кадрами, как работать с финансами, как работать с бумагами, как работать с указами президента. Это тоже важно для того, чтобы ученый был интегрирован в современную научную повестку, ну, а не превращался... Я, конечно, очень уважаю человека. Ну, знаете, в нашей науке невозможно быть перельманом. Все равно нужно выстраивать какие-то взаимосвязи и специфика молекулярной биологии, что какой бы ты ни был талант, тебе все равно нужно взаимодействовать. И вот это умение взаимодействовать, оно зачастую оказывается более важным, чем талант даже исключительно, не единичного человека. То есть учу командной работе, и командная работа, она складывается из двух частей. Прежде всего, это командная работа в науке, а второе, это командная работа, когда ты работаешь в каком-то учреждении. Если ты не купишь вовремя реагенты, никакой работы у тебя не будет, ты будешь сидеть там, как бирюк без реагентов. И дел не пойдет, и только обижаться, что администрация мне не подписала служебку или еще что-то сделала. На самом деле, у тебя не хватает коммуникативного навыка для того, чтобы справиться с жизненными обстоятельствами. И вот это то еще, что я молодым ребятам и девчатам преподаю, и кто-то этого не понимает, а кто-то сфлатывает и идет по жизни. А если посмотреть на Тюменский кампус как на инфраструктурный объект, он ведь определенно какие-то новые перспективы будет открывать для той же вашей научной группы, для ваших студентов? Да, все правильно. Но возможности очень понятные, какие открывает любая инфраструктура. Я не хочу сейчас специально акцентироваться на научных проектах, потому что я не знаю, какие там будут реализовываться проекты. Это проекты моих сегодняшних студентов и школьников, которые придумывают эти проекты еще лучше, чем я, если я в них вложу определенную инвестицию. Но, понимаете, нельзя современную науку организовать чисто инфраструктурно в здании 18 века. Это, кстати, у меня вот в Москве я работаю, да? Лифт у тебя маленький, вентиляцию у тебя нет, надлежащий в области газа у тебя проподводится неправильно, а потом тебя просто прорывают водопровод и выливается вода на масс-спектрометр стоимостью миллион долларов. Вот инфраструктурно нужно создать современные помещения, где я вижу именно роль мою, роль моих коллег, которые тоже, и москвичей, и тюменцев, которые устраивают в этом проекты, что мы знаем, как организовать эту инфраструктуру, где построить правильно дверь, чтобы она открывалась не внутрь, а наружу. То есть мы весь этот опыт инвестируем на этапе проекта, чтобы строители не построили очередное офисное здание. А вот это вы сейчас применительно к своей отрасли, к молекулярной биологии отмечаете или в других науках точно так же? Я до других областей не могу сказать, но подозреваю, что и там тоже есть определенные требования. К чистым помещениям, нато-нанобиотехнологии, к организации вычислительных ресурсов тоже есть специальные требования. Нужно учесть эти требования на этапе проектирования кампуса, и именно наличие такой инфраструктуры и будет втягивающим момент. Ну вот вы отметили, что важно создать правильную научную инфраструктуру. Но ведь инфраструктура – это лишь одна часть. Нужно еще создавать смыслы, темы, теории, концепции. Параллельно с этим мы, конечно, формируем какую-то научную повестку. И мне прежде всего хотелось бы здесь, конечно, попытаться привнести на тюменскую землю, я это активно делаю, современную биомедицинскую науку. У вас прекрасный центр нейрохирургии, и можно, так сказать, консолидируясь этим центром, и, так сказать, беря из природы, от пищей определенные элементы генетические, попытаться, например, побороться с глиобластомом. А давайте сейчас напомним, что это такое, а потом вернемся, и мой первый вопрос будет, конечно, при чем здесь клещи. Итак, глиобластома – это наиболее агрессивная, злокачественная опухоль мозга. Эта болезнь внесла жизнь Жанны Фриске, Дмитрия Хворостовского, Михаила Задорнова. Для глиобластома характерно аномальное разрастание опухолевой структуры в мозговой ткани человека. Ее клетки обладают способностью мигрировать в здоровую ткань мозга, что значительно усложняет ее лечение. Традиционные подходы хирургическое удаление опухоли, лучевой метод и химиотерапия, к сожалению, не очень продлевают жизнь пациентов, потому что, например, при хирургическом вмешательстве невозможно удалить опухолевые клетки полностью, ведь она представляет собой неровную структуру без четких границ. И неизвестно, сколько именно клеток уже проникло в ткани здорового мозга. Лучевое лечение и химиотерапия способны лишь притормозить рост опухоли, но не остановить его. Совершенно. И неоперабельное, и не лечебельное, извиняюсь за такое выражение, заболевания, потому что невозможно доставить химиотерапевтический препарат в мозг, он изолирован барьером. А энцефалит прекрасно в мозг проникает. И если мы возьмем вот этот вот блок генома энцефалитного клеща и обезвредим его, и будем применять его как транспортер для лекарства, это целая новая стратегия лечения крайне опасных опухолей. Ну и второе, конечно, хотелось бы, мы занимаемся очень много консорциумами, ну, как бы, в жизни все взаимосвязано, и жуки нужны, они называются, у них эзматичные приводные всякие жуки, клопы, черви, бог знает, то мы ими активно занимаемся, потому что мы хотим сформировать консорциум и попытаться все-таки освоить, у нас 80% земель нет пригодных для земледелия. Ну, всякие-то там тундра и бог знает что. Если мы научимся еще в какой-то разумном пределе именно природоподобный метод модифицировать эти почвы, то, естественно, мы обеспечим себе продовольственную безопасность не только себе, но и многим-многим поколениям вперед. Ну, вот, это как примеры таких задач глобальных, которые я уже... Но решать их будут студенты, твердо могу сказать. У меня уже сила. Ну, Андрей Валерьевич, дай бог все-таки, чтобы сил хватило. Спасибо вам и до встречи в Тюмени. О науке и о том, каким образом кампус может стать ее двигателем, мы говорили с академиком Российской Академии Наук, доктором биологических наук, лауреатом Государственной премии в области науки и технологии, ведущим научным сотрудником Тюменского государственного университета Андреем Лисицей. Эти и другие выпуски программы интервью всегда доступны на YouTube-канале Тюменского времени. Спасибо вам за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова